Добрый день. Сейчас январь 2016 года. У нас начался курс кино и уровни. Но уровни это только часть картины. Часть моделей, которая называется карта личности. Тут обходит еще несколько параметров в качестве темперамента разогрева. Я, между прочим, рассматривая кино, обнаружил, что некоторые свойства персонажей прекрасно иллюстрируют и другие свойства карты личности, которые вошли в карту личности. Но они не вошли в курс по уровню. Потому что про уровни надо говорить отдельно и подробно. Тем не менее, не хочу уделять эту возможность. И делаю отдельную презентацию о том, что у персонажа может быть один темперамент, а может быть и два темперамента. Вот фильм «Суперсемейка». Четыре персонажа, не считая малыша. Это четыре темперамента. Флегматик, сангвиник, холерик и меманхолик. Да, такое бывает и в фильмах, и в жизни. Когда темперамент один очевиден. Но есть и другие ситуации, более тонкие. Другие модели, другие фильмы. Вот два фильма «Кунг-фу панда» и «Головоломка» мне кажутся достаточно выразительными, чтобы рассмотреть их от этой точки зрения. Причем, если вы берете два темперамента разных и порядок не важен, то получается шесть вариантов. В этих фильмах неважно, какой темперамент доминирует, но пары представлены. Это означает, что почему таких пар шесть? Вот посмотрите на таблицы. Вот эти шесть вариантов имеют смысл. Фильм «Кунг-фу панда». Очень его люблю, очень его рекомендую. Кто там есть? Значит, есть сангвиник-холерик. Есть флегматик-сангвиник и флегматик-холерик. Есть флегматик-меланхолик. Есть холерики-меланхолики. И один незанятый случай – это сангвиник-меланхолик, который не участвует в «Кунг-фу», а просто участвует в фильме. Вот эти шесть вариантов. Другой фильм «Головоломка», тоже очень выразительный. Вот эти пять агентов как бы внутри головы одного человека. Это меланхолик-флегматик, меланхолик-сангвиник, меланхолик-холерик. И все, больше меланхоликов не может быть. Есть флегматик-холерик и флегматик-сангвиник. И у нас незанята одна позиция, шестая – холерик-сангвиник. Вот этот персонаж – холерик-сангвиник. Итак, у нас все шесть персонажей представлены. Таким образом, в фильме прекрасный материал для анализа карты личности. В частности, если вы хотите изучать два темперамента и как они взаимодействуют, то вот у вас есть прекрасный материал. Спасибо.